Владимир Галактионович Короленко Владимир Короленко родился 27 июля 1853 года в городе Житомире. Его отец, наследник старинного казачьего рода, служил уездным судьей и отличался неподкопной честностью. Это был человек замкнутый, суровый, невероятно ответственный и справедливый. В будущем образ отца был запечатлен самым известным произведением Короленко в дурном обществе. Мать, уроженка Польши, была дочерью помещика средней руки, занималась домами и детьми. В детстве Владимир несколько раз сменил образовательное заведение. Он начал учебу в польском пансионе Рыхлинского, продолжил образование в Житомирской гимназии, а затем в Ровенском реальном училище. В 1871 году Короленко поступил в Петербургский технологический институт. Однако после сна финансовое положение семьи было трудным, и молодой человек был вынужден бросить учебу. Позже ему удалось перейти на стипендию в Петровскую земледельческую академию в Москве. В юности Короленко стал членом революционного движения, за что был исключен из академии и отправлен ссылку в Кронштадт. Чтобы как-то сводить концы с концами, Владимир занимался чертежной работой. Вернувшись в Петербург, Короленко поступил в Горный институт. В эти же годы он начал писать, и его первая нова – «Изоды из жизни искателя». Однако в этом же году он снова был исключен из института по подозрению в революционной деятельности и выслан в Вятскую губернию. В 1892 году в Нижегородской губернии случился страшный голод. Люди умирали целыми семьями. Причиной голода стало неурожайное лето. Но власти всю вину за случившееся звалили на народ, обвинив его в разгуле и лени. Короленко своими глазами видел, в это время ссылки, что дело обстоит не так. И, видя людскую трагедию, Короленко вмешивается в события. Он пишет серию очерков под названием «Голодный год», но словом в защиту несчастных людей не ограничился. Он начинает кормить их, организует спор денег в помощь голодающих и открывает для них столовые. За годы скитания по тюрьмам и ссылкам Короленко видел немало разных людей. Он записывал все, что видел вокруг, и накопил большое количество разнообразного материала, который стал основой большинства его произведений. Наблюдение и размышления о тяжелой жизни простых людей Короленко изложил в своем сборнике очерки и рассказ. Чуть позже вышел сборник «Павловские очерки», в которых описан нелегкий труд кустарей-металистов в село Павлово Нижегородской губернии, куда писатель часто наведывался. Цикл рассказов молтанской жертвоприношения основан на собственных исследованиях, проводимых ради защиты на суде крестьян села Старый Молтан и Бмуртии, ложно обвиненных в ритуальном убийстве. Не мог Короленко молчать тогда. Присутствуя на суде и наблюдая за осужденными, Короленко понял, кто эти люди невиновны. Он лично принимается за расследование дела и, вскоре изучив его, добивается третьего слушания, выступает в суде в качестве защитника. Скоро, после четырех лет обвинения, осужденные были оправданы. Но сам писатель после суда тяжело заболел с эмоциональной напряжением. Репутация защитника привела к тому, что создалась такая традиция. «Что бы ни случилось, беги, Короленко». Ему и в самом деле многое удавалось, и это становилось известно во всем мире. После визита в США Короленко написал повесть без языка, получив признание не только в России, но и за границей. Его книги стали публиковать на иностранных языках. Будучи твердым в убеждениях и мужественным поступках, Короленко оставался при этом человеком добрым и мягким. Отзывчивость Короленко на чужую беду, доброту его сердца, видели и ценили не только те, кого он выручал в жизни, но и его знаменитые современники. В своем дневнике Лев Толстой писал. Беседовал с королем, умный и хороший человек. Антон Павлович Чехов в письме к Григоровичу пишет. «Завтра будет у меня Короленко, это хорошая душа». А в письме к Плещееву признается, «Идти не только рядом с Короленко, но даже за этим парнем весело». Произведение Короленко удивительным образом сочетает в себе романтическое и реалистическое начало. Своё оптимистичное отношение к жизни и веру в торжество добра и справедливости писатель выразил знаменитой фразой «Человек создан для счастья, как птица для полёта». В 1900 году Петербургская Академия наук наряду с другими прославленными русскими писателями избрала Владимира Галактионовича своим почётным членом. В 1902 году после исключения из рядов Академии писателя Максима Горького в знак протеста Короленко отказался от этого звания. Позже, в 1918 году, Академия повторно включила его в число своих почётных академиков. Годы ссылок и голодные послевоенные годы не могли не сказаться на здоровье писателя. В начале декабря 1921 года известие о тяжёлой болезни Короленко быстро разнеслось по Полтаве. Жители города в тревоге толпились у дверей дома номер 1 на Малосадовой, приносили кто что мог – сахар, лекарства. Для полтавчан Владимир Галактионович был человеком, к которому можно было прийти со своими проблемами, и он всегда находил способ, чтобы как-то помочь. Короленко всегда оставался патриотом. Свой гражданский долг он видел в защите конкретного человека. Именно из отношения к каждому человеку, по его убеждению, и складывается авторитет державы. В нашей библиотеке вы можете найти следующие книги этого автора. Субтитры создавал DimaTorzok